Продолжение следует... 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 Где, значит, что-то строится, выделяются площадки, что-то происходит. У меня складывается впечатление, что строительному сообществу стиле Томака крайне невыгодно, чтобы нашелся застройщик, который бы вот решил эту проблему обманутых дольщиков. Но ведь мы понимаем, что решая проблему обманутых дольщиков, добросовестный застройщик будет должен построить еще какие-то объекты, какое-то жилье, чтобы компенсировать свои затраты. А это значит, на рынок выйдет какое-то количество квартир, а ныне действующим строителям, видимо, это очень невыгодно. И вот, ну, ничто не заставит меня поверить в то, что в этом всем не участвует администрация города, в этом не участвует мэр города, и в конечном итоге в этом не участвует и правительство нашей республики, потому что мы знаем прекрасно вертикаль распределения этих доходов. Все, что у нас делается в республике, это целая система, значит, откатов, всевозможных, значит, благодарностей и так далее, и так далее. А то, что вот в отношении этого объекта, отношении вот этих вот обманутых дольщиков, какая-то стена воздвигнута, это вот, видимо, все-таки закон определенный. Потому что, ну, не хотелось бы фантазировать, но вот это отчаянное сопротивление решению, в общем-то, решаемой проблемы, вот это наводит на нехороший мысль, потому что вот то, что мы видим в стереотомаке вокруг этой истории, на самом деле это не тупик. Достаточно абсолютно малыми ресурсами обеспечить возможность закрытия этой проблемы. Вот, честно говоря, я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы достучаться до, если не совести, то хотя бы до сознания вот Хамитова и его там окружения. Ну, я не боюсь вот предполагать, но вот сейчас люди голодают. Я не знаю, на что они еще готовы, но не хотелось бы каких-то худших исходов. В 2013 году, в августе месяце, я обратился в строительную компанию «Триналя Башстрой», директором которой является Кайгулов Радихайдарович, заплатил 2 миллиона 600 тысяч для приобретения трехкомнатной квартиры. Ни квартиры, ни денег на сегодняшний момент ни у меня, ни у моей семьи нет. Мы живем сегодня на улице. Мы требуем, чтобы наш вопрос был решен в самый кратчайший срок. На сегодняшний день республика Башкортостан, местная администрация города Стерлитамака не предпринимает абсолютно никаких усилий для того, чтобы все дольщики Башстрой получили свое законное жилье. Моя семья, я являюсь многодетным отцом, у меня трое несовершеннолетних детей. Нет места проживания, нет уверенности в завтрашнем дне. И наш вопрос, несмотря на наши многочисленные обращения, на многочисленные попытки решить наш вопрос, так или иначе нахожусь в таком состоянии, что, скорее всего, наш вопрос решен не будет. И, скорее всего, ни я, ни мои дети квартиры не получат и не увидят. К другим событиям. Рустам Хамитов сегодня заявил, что будет жестко спрашивать недобросовестных застройщиков. Глава республики отметил, что сейчас в Башкортостане 29 проблемных объектов в сфере строительства. И если официально обманутых дольщиков около 600 человек, то те, кто может стать ими в будущем, уже 3,5 тысячи. Рустам Хамитов призвал глав муниципалитетов работать вместе с правоохранительными органами и держать на контроле недобросовестных застройщиков, пока последние не решат вопрос в пользу жильцов и не сдадут дома в эксплуатацию. Стройте, продавайте свои имущества, продавайте свои машины, продавайте свои офисы, продавайте, там драгоценности жжем. Но стройте, стройте. Вы все рассчитываете, что мы из бюджета будем, что ли, помогаем? Но вначале вас вот так вот досуха выжмем. А зачем нам тогда власть в городе? Вот зачем власть? Она не решает проблему граждан. Они же для этого и созданы, для этого они сидят на этих креслах. И каждый раз обвиняют, что это вы сами виноваты. Ну вот, да, решили мы купить хорошую квартиру в новом жилье, пожить. Какая мечта идиота, да, решили все. Вот даже в мыслях не было, что такое может произойти. Нас только верили, и так были. Такие счастливые, все побежали оформляться. И в итоге вот уже шесть лет жизнь разрушена просто. Мы такие же граждане, как все. Мыкаемся по углам платья несуществующие квартиры, ипотеки. Живем в общежитии. С 11-го года я два года в офисе у Кайгулова просидела. Стена Кайгулова, кабинет. Был все посчетных грамотных, все дипломы. Все он хороший подрядчик. Они обманщики. Вот увидите, проявить год-два, он вернется к Кайгулу и будет строить. Первый год, когда мы спохватились, что с нами происходит, и узнали, что нас дико обманули, жестоко обманули. И обратившись в администрацию нашего города, вся администрация города говорила нам, все наши правленцы говорили, что вы связались с мошенником. Но дело в том, что мошенник был вхож в администрацию. Он сидел на заседаниях. И нам внушал, что этот человек, который все может, который строит, он мошенник. Вы понимаете, одно с другим не вяжется. И то, что сейчас происходит в нашем городе, это как инфекция, как снежный кон. И хватается за голову администрации, что же происходит, сколько нужно квартир людям выделить. А где же вы-то находитесь? Это не песочница какая-то, где там мальчик пришел с ведерочком и метр песочка занял. Тут занимаются огромные площади. Огромные площади земли. И отдают просто так. А потом доказывают, что они вообще здесь ни при чем. Кто будет за этим следить? Кто вообще контролирует вот этот процесс? Что сейчас происходит, это же кошмар. Продавайте свое имущество, продавайте свои машины, продавайте свои офисы. Значит, там продавайте, там дорогоценности жжем. Ну, строите. Строите. Вы все рассчитываете, что мы из бюджета будем, что ли, помогать? Мы вначале вас вот так вот досуха выжмем. Это наше руководство в Башкере. Они вообще не разговаривают с нами. Они говорят, вы сами пришли и отдали им деньги. А что мы сделаем, интересно? Вот в администрации был такой ответ у них. Мы сами пришли и отдали. Кто виноват-то? А то, что они развели этих жуликов, они не виноваты. Голотовка – это просто акт отчаяния. Мы не знаем, что делать. Не хотелось бы, чтобы наши люди уже престарелые, пожилые многие, испортили последнее свое здоровье. Им и так нелегко. Но нет другого выхода. Нас не слышат. Нам только обещают. И мы прекрасно понимаем, что обещать – это самое лучшее, что наши власти умеют. Пожалуйста, выполните хоть одно условие, что вы обещали. Мы просим главу региона Республики Башкортостан, Хамитова Рустам Закевича, встретиться с членами инициативной группы «Триналя Башстрой», чтобы на нем окончательно уже решить вопрос по выделению жилья, по решению вопроса обманутых дочеков Башстрой. Мы просим, чтобы та дорожная карта, подписанная главой администрации города Стерль-Тамак и его заместителем, была реализована. Тот новый закон, который принимается для защиты прав обманутых дольщиков по Республике Башкортостан, был применен к нам незамедлительно и в самые короткие сроки, чтобы мы смогли заключить договора долевого участия с будущим инвестором. Мы поедем в Москву, будем добиваться встречи с Владимиром Владимировичем Путиным или с заместителем администрации нашего президента. Мы будем голодать до тех пор, пока наши требования не будут удовлетворены в полном объеме. Мы не свернем с нашей поставленной задачей. И не нужно думать и надеяться, что наша голодовка сойдет на нет. Этому не быть. История дольщиков Баштроя, она давняя. Она началась еще где-то в 2012 году и продолжается до сих пор. Где-то с 2013-2014 года дольщики поняли, что самостоятельно решить проблему со строительством домов и с компенсацией ущерба, который им причинен, не получится. И стали обращаться во всевозможные государственные органы за помощью. После того, как им неоднократно отказывали в поддержке, как администрация города, госстрой, правительство, глава региона, они решили, что необходимо приступать к активным публичным мероприятиям для того, чтобы привлечь внимание и чтобы их проблемы заинтересовались в высших эшелонах власти. Соответственно, у нас началась череда пикетов, митингов, автопробегов. И последним стала голодовка в 2015 году. После этой голодовки правительство республики утвердило дорожную карту, согласно которой был разработан механизм, каким образом будет решаться проблема. Были найдены земельные участки в количестве 9 штук, расположенных рядом друг с другом, для того, чтобы на этих земельных участках построить жилые дома. И был проработан вопрос инвесторам, которые вложатся в строительство домов для дольщиков. Изначально инвесторам должен был выступать частный застройщик, однако по неопределенным причинам он в итоге отказался от реализации этого проекта. И правительство республики привлекло фонд развития жилищного строительства для решения проблем обманутых дольщиков. По условиям фонд развития жилищного строительства должен был безвозмездно получить земельные участки, которые нашли дольщики. Затем правительство республики предусмотрело бюджетное финансирование для подвода коммуникаций к земельным участкам и последующим к домам. Все это было сделано. И в итоге, когда речь зашла о том, что необходимо заключать договора долевого участия с гражданами, фонд развития жилищного строительства отказался от дальнейшей реализации проекта. Причем он уже получил на сегодняшний день разрешение на строительство двух многоквартирных домов, но почему-то он считает, что не должен в этих домах предоставлять квартиры дольщикам. В результате дольщики посчитали себя обманутыми уже в третий раз, поскольку где-то в течение шести месяцев обсуждалось именно то, что фонд развития жилищного строительства будет решать их проблему. Причем договора долевого участия в строительстве должны были быть заключены с оплатой в виде уступки прав к прежнему застройщику, который на сегодняшний день находится в стадии банкротства. Сейчас же фонд развития жилищного строительства заявляет, что у него таких полномочий на заключение договоров без оплаты в виде денежных средств не имеется. Однако, согласно требованию законодательства, которые существуют у нас в республике, такие механизмы заключения договоров долевого участия под уступку прав требований имеются. Причем это прямо предусмотрено в законодательстве, которое было принято в поддержку обманутых дольщиков всей республики. На сегодняшний день получается, что именно фонд развития жилищного строительства отказывается от выполнения поручений президента страны, которые давались еще в прошлом году. Эти поручения относились к разработке и реализации планов мероприятий. План мероприятий был утвержден в нашей республике, также администрации города. И на сегодняшний день за срыв плана мероприятий по решению проблемы 150 пострадавших граждан, я считаю, что необходимо, чтобы отвечали должностные лица республики, в том числе и глава региона, руководитель правительства, руководитель госстрой. Вот мы говорим бесконечно о дольщиках. Ну и чего? Вот этому надо квартиру отработать, он прокурору, вот этому дочку адвоката тоже надо отработать по гарантийным письмам. Вот этим надо, а эти колхозники подожгли. Мы до 13-го года приходили и на собраниях присутствовали, где Кайгулов на коленях стоял и говорил, я не сяду. Все это было так хорошо организовано и красиво. И юристы, и бухгалтера, и риэлторы. И все это работало на нас. Так здорово. Действительно, только мошенники могут так. У нас, кажется, система, руководитель средственной группы будет еще тенек. Генерал. Это наши руководства в Башкирии. Они вообще не разговаривают с нами. Они говорят, вы сами пришли и отдали им деньги. А что мы сделали? Интересно. Вот в администрации был такой ответ у них. Вы сами пришли и отдали. Кто виноват-то? А то, что они развели этих жуликов, это они не виноваты. Мы будем голодать до тех пор, пока наши требования не будут удовлетворены в полном объеме. Субтитры создавал DimaTorzok